Зачем в сыре дырки? Интересно! Зачем в сыре дырки? Дырки в сыре, которые сыровары называют глазками, образуются из-за выделения из молока углекислого газа, которое происходит в результате брожения заквасок. Глазки при этом получаются не сразу, а только на 20-е сутки созревания сыра. В зависимости от технологии производства сыра, глазки могут быть большими или маленькими. Некоторые виды сыра, например, знаменитый камамбер, вообще не имеют дырок, потому что готовятся по особой технологии. С дырками или без, твердый или мягкий, в уголках мира. Ведь сыр не только очень вкусный, но и полезный продукт. Профессор Почемушкин найдет ответ на любой вопрос. Почему День космонавтики отмечают 12 апреля? Интересно! Почему День космонавтики отмечают 12 апреля? Дело в том, что именно в этот день, 12 апреля 1961 года, человек впервые совершил полет в космическое пространство. Этим счастливчиком стал молодой летчик Юрий Гагарин. Ракета-носитель «Восток» стартовала с космодрома Байконур и вынесла корабль «Восток-1» на околоземную орбиту. Первый полет продолжался всего 108 минут. Корабль «Восток» совершил один виток вокруг Земли и успешно приземлился в Саратовской области, недалеко от города Энгельса. Но за это короткое время были сделаны первые, очень важные шаги в освоении космоса человеком. Свои наблюдения Юрий Гагарин записывал в бортовой журнал и сообщал по специальной радиосвязи на Землю. Эти данные очень помогли ученым для подготовки последующих космических полетов. Первый полет человека в космос стал важной вехой в развитии космонавтики, а 12 апреля был объявлен праздником – Днем космонавтики. Профессор Почемушкин найдет ответ на любой вопрос. Зачем нужны загадки? Шапка на бекрень спрятался за пень. Кто проходит близко, кланяется низко. Правильно, это гриб. Интересно, зачем нужны загадки? Считается, что загадки появились очень давно. Наши предки собирали в загадках свои знания об окружающем мире. Чтобы не навлечь на себя гнев божественных сил или уберечься от неудач на охоте, древние люди использовали иносказательную речь, спрятанную в загадках. Поэтому, наравне с силой и ловкостью, древние люди устраивали настоящие турниры по отгадыванию загадок. Ведь именно по загадкам, вернее, по умению их разгадывать, судили об умственных способностях человека, полноте его знаний о природе и ее законах, умению быстро соображать и необычно мыслить. В сказках многих народов загадкам отводилось важное место. Человек, умеющий отгадывать загадки, становился настоящим героем и многого добивался. Те же, у кого не получалось отгадать загадку, могли даже поплатиться жизнью. В наше время отгадывание загадок – это любимое занятие детей и взрослых. Ребусы, шарады, кроссворды, сканворды, головоломки – и простые загадки. С удовольствием отгадывают люди во всем мире. А вы любите загадки? Профессор Почемушкин найдет ответ на любой вопрос. Если что-то непонятно и у вас вопросов воз, мы ответим вам занятно на любой на ваш вопрос. Что за звук внутри ракушки? Из чего пекут ватрушки? Кто придумал погремушки? От чего грохочет гром? Где в лесу живут лягушки? Почему у нас веснушки? Наш профессор Почемушкин вам расскажет обо всем. Подпишись на канал Профессор Почемушкин ТВ и смотри новые серии веселых познавательных мультфильмов. Ставь лайки, пиши комментарии и задавай свои вопросы, ответы на которые ты хочешь получить. Профессор Почемушкин найдет ответ на любой вопрос. Понравилось видео? Подпишись на наш канал, чтобы не пропустить новые серии.